Выражение «автомобиль не роскошь, а средство для передвижения» оказалось правдивым, учитывая интерес наших граждан к автомобилям. Если верить официальной статистике, то интерес к новым авто превзошел самые смелые ожидания участников рынка. Несмотря на пандемию, в автоцентрах республики было продано 7126 автомобилей против 900, реализованных в течение апреля. Также эти майские цифры превысили значение мая 2019 года более чем на 20%. При этом расходы казахстанцев на покупку авто снизились и составили 230,8 миллиарда. Эксперты обуславливают это тем, что выросла доля наиболее популярных моделей бюджетного сегмента. Если брать пик пандемии, когда нельзя было выезжать, например, соответственно, допустим, как сняли ограничения, люди, соответственно, скорее всего, ездили и брали, тем более сейчас автопром увеличивается своими машинами. Наши граждане, скорее всего, пришли к такому заключению, что раз нельзя будет выехать, то, допустим, надо развивать местный автомототуризм. Наш народ, он начал понимать ценность личного автомобиля для того, чтобы путешествовать, допустим, в ближние места для отдыха. И, естественно, пошли продажи машины, потому что начали люди уже пересматривать не просто как цель или роскошь, а именно как средство передвижения автомобиля. И от этого увеличивается продажа, и люди более-менее поменяли свои стандарты и мышление свое. Сбыт по итогам мая оказался выше прошлогоднего значения. Объем рынка в стоимостном с половиной миллиарда тенге. Это превосходит показатели годичной давности на 12%. Между тем, касательно господдержки эксперты говорят. Насчет государственной поддержки идет вопрос не о том, как развивать автопром, а не поддержкой малого и среднего бизнеса, а о том, как бы исцелиться нам от коронавируса, от пандемии вот этой. Соответственно, здесь пока вопрос не стоит на первом месте, соответственно, может быть, будет именно развитие сельхозтехники, такие как комбайны, машины, которые помогут развивать именно сельхозпродукцию для того, чтобы кормить, опять же, собственный рынок во время карантина. Не только автоиндустрия, но и другие сферы бизнеса во время карантина ощутили на себе всю тяжесть кризиса. Представители турфирм, например, говорят о том, что обещанную помощь получили, но не до конца. ЧП, конечно же, прошел, а осадочек, как говорится, остался. Государство решило внести ряд мер по поддержке для нас, но на практике всеми мерами по поддержке бизнеса наша компания воспользоваться не смогла. По факту я заплатила за те месяцы, когда действовал режим ЧП, взносы и отчисления за обязательное медицинское страхование за себя и за работником. То есть наша организация получила льготу только по индивидуально-подоходному налогу. Также говорилось о том, что будет введен мораторий на проверки бизнеса. Но недели две назад мне пришло письмо с налоговой. В итоге штрафов на нашу организацию, слава богу, наложено не было, но предупреждение мы все же получили. Также много говорилось об отсрочке арендных платежей. Конечно, нам предоставили скидки, но все же платили. С 5 июля усилили новые карантинные меры, ввели новые ограничения и что будет дальше с бизнесом, пока не берется сказать никто. Но поддержку государство все же обещает. Насколько она дойдет до каждого, будет известно только со временем.